В интервью вы настаиваете, что вы художник в первую очередь. Каждая музейная институция, тем более крупная, она должна следовать этим трендам, чтобы говорить на одном языке с обществом. Под грудой документов не утратили ли вы вообще страсть и любовь к ремеслу? Я, как верующий человек, понимаю, что если Бог позвал, это не случайно. Тот, кто идёт на этот путь всерьёз, он понимает, насколько это непросто. Это практически такие творческие муки, с ними надо научиться поступать для того, чтобы достигать определённого результата. Это не игра. Непростая жизнь в искусстве не отпугнула вас от выбора профессии? Вопрос традиции, классики, вопрос шедевра – это вечная тема. Вы должны не заставлять себя работать и быть в искусстве. Вы должны ощутить это как свою жизнь. Да, я не серийный производитель, я отталкиваюсь всегда от задачи. Это портрет мамы, моей кисти. А кажется, что Пикассо. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И сегодня у нас в гостях генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова. Добрый день, Анна Владимировна! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии. В интервью вы настаиваете, что вы художник в первую очередь. Но сейчас вот прошло время, и под грудой документов не утратили ли вы вообще страсть и любовь к ремеслу? В первую очередь я художник, это так. Я появилась на свет в творческой семье. Мама профессиональный живописец, отец профессиональный скульптор. Будучи беременной мной, мама расписывала большие достаточно пространства, делала роспись. Это её такое тёплое воспоминание в том числе. И, конечно, я очень благодарна жизни, судьбе и Богу за ту школу, которую я прошла, профессиональную школу моим преподавателям. Такой серьёзный путь и такой серьёзный опыт, конечно, не просто так произошёл в моей жизни. Я ощущала искусство и понимаю его сейчас как призвание. А то, что дан такой сложно скроенный путь, это уже тоже путь, который дан свыше. Он каждому даётся по-разному. Это ваше испытание. Мы ещё поговорим о том, какие трудности у вас есть сейчас на вашем пути. Но что интересно, сейчас такой период молодых руководителей. Молодой руководитель Славянского базара в Витебске был впечатлён, как многим людям интересен фестиваль во всём мире. Сколько звонков, сколько пожеланий участвовать. Молодому директору филармонии тоже было в новинку, что мировые звёзды у нас тут играют классической музыки в Минске на сцене и делают это охотно. Для вас какие были, может быть, самые первые открытия в должности? Самое большое впечатление – это, конечно, сила и масштаб нашего национального достояния. Изобразительное, декоративно-прикладное искусство, те сокровища, те шедевры, которые хранит Собрание Национального художественного музея Республики Беларусь. Это гордость страны, этим мы можем гордиться в мировом масштабе. Всё-таки фонды впечатляют. Должность директора музея настолько престижная, насколько и рискованная, скажем так. Порой, говоря своим детищем, администраторы увлекаются и в итоге теряют свои посты. Примеров много. От Альфреда Бара, первого директора музея современного искусства в Нью-Йорке, до Зельфиры Трегуловой, бывшего директора Третьей Ковки. Почему вы согласились рискнуть, приняли предложение о назначении на должность директора музея? Я человек очень ответственный, серьёзный. И, наверное, для меня всё-таки это решение было не с понятием риска связано, а с понятием мужества. Потому что риск где-то созвучен с категориями авантюры или, возможно, не всегда адекватной оценки своих возможностей. В моём случае это, конечно же, не так. Потому что в сложное время, в принципе, когда мировая обстановка очень непростая, и в нашей стране непросто при всём том, что сохраняется порядок, расслабляться нельзя, иллюзии, то, что какие-то волнения прошли, у меня на данный момент нет. И на самом деле возглавить такое учреждение, великое, высокое, престижное в нашей стране, это большая честь в первую очередь. И я очень благодарна за это высокое доверие, оказанное мне. И это мужество, я думаю, которое может быть не каждому мужчине под силом. Это действительно мужество. И я именно так воспринимаю этот шаг. Мой путь на самом деле в профессиональной среде достаточно богатый. И я люблю учиться, я люблю развиваться. И карьерный рост никогда не был для меня целью. Это действительно так. Всё происходило естественным путём в моей жизни. И уже на сегодняшний момент три диссертации написано, потому что я люблю учиться, люблю познавать, люблю развиваться. И я бы это делала и без должностного роста, без карьерного роста. А у вас была сразу перед тем, как вы обдумывали, какая-то идея, как должен выглядеть сегодня музей? Музей будущего даже, мы же уже говорим, на перспективу. Есть какой-то план у вас свой? Осознание себя в должности руководителя для меня – это где-то ещё призвание. Я как верующий человек понимаю, что если Бог позвал, это не случайно. И вот этот момент не случайности влияет и на мои решения, как на художника, как на исследователя, искусствоведа, как на руководителя. И, конечно, сегодня существует очень много современных технологий, тенденций, международных художественных практик и кураторских практик, музейных практик. Этому всему нужно следовать и учиться у этого. Но в то же время, наверное, для меня задача сохранить оплот традиций. Я к традиции отношусь очень уважительно. И в свете современных тенденций в изобразительном искусстве, и в принципе искусстве современном, искусстве перформанса, очень много таких проблемных понятий, как размывание границ, между тем, что есть профессионально, что есть непрофессионально, что есть планка уровня, того же нравственного уровня, и где эта планка уже не соблюдается. И молодым художникам, молодым авторам очень сложно с этим разобраться. И, в принципе, и старшему поколению нелегко, потому что тенденций много, но к ним, на мой взгляд, необходимо относиться всё равно принципиально. И музей, музейное пространство, особенно такого уровня и такого статуса, как национальный статус, это всегда ответственный выбор, ответственное отслеживание принципиальное по каждому проекту, по каждому мероприятию, которое проходит в стенах музея. Потому что музей – это не только статус, который должен поддерживать уровневую планку национального пространства, но мы никогда не должны забывать, что это и трансляция в мир, в мировое пространство. Как музей себя позиционирует и какие он акценты расставляет в своей деятельности, это автоматический бренд Белоруссии на мировом поле. И это очень ответственное значение. Но голую вечеринку в стенах Национального художественного музея мы не увидим. Совершенно верно. Ну, хотя, почему я вспомнила, ведь как раз-таки Третьяковка экспериментировала. Там были перформансы с голыми людьми, но как-то вот они действительно публикой не восприняты были. Вы понимаете, нельзя сказать, что публика как-то пассивна в отношении восприятия искусства. Но основной спор сегодня – то, как давать его. Мне интересно, вы как приверженец какой теории? По периодам, вот классицизм, там, Рококо, Барокко, всё. Или нужно учить воспринимать всё, то есть всё и сразу вот этот знаменитый фьюжн, то есть как-то чувствовать искусство и не обязательно разбираться по периодам. Конечно, в первую очередь с современной публикой, с современным человеком нужно говорить на его языке, ему понятном. Потому что мы же понимаем, что с развитием технологий у нас сейчас и взрослая аудитория, она привыкла к определённому языку и определённой контактности технологических процессов в обществе. И молодые люди, дети, которые рождаются в мир, они уже совершенно другие, они по-другому не могут. И, конечно, каждая музейная институция, тем более крупная, она должна следовать этим трендам, чтобы говорить на одном языке с обществом. Здесь вопрос проблемный больше переходит в область мировоззренческих процессов. Вот здесь очень важно, потому что, как я уже говорила выше, вот эта всеядность современными условиями, всеядность и вседозволенность в искусстве, в процессах современного искусства, которые мы наблюдаем, с ней нужно очень аккуратно поступать. А как аккуратно поступать? Надо понимать, осознавать, что хорошо, что плохо. Вот такими простыми категориями мыслить. А если даже не каждый эксперт, скажем так, относится к области искусства как к ответственной зоне, то с этим становится сложнее. Сложнее и воспитать молодое поколение. Эта зона такая очень интересная, потому что существует мнение расхожее, что в искусстве возможно всё и можно всё. И да, искусство – это поле возможностей. Но всё равно есть ценз, уровень, планка, за которую нельзя заходить. Как в техническом исполнении произведения изобразительного искусства есть объективные законы, которые говорят о том, что это произведение профессионально или непрофессионально. Неважно, в традиционном подходе оно исполнено, методическом или абстрактный какой-то всплеск. Неважно. Есть объективные законы, по которым всегда можно оценить, что перед тобой произведение искусства профессиональное. Самое главное, какая задача ставится художникам, кураторам, исследователям осознанно и даже и неосознанно. И насколько ответственно творец подходит к трансляции своих идей в мир. Если изначально он не считает момент какого-то принципиального отбора важным, то в мир может пойти всякое разное и может пойти много неполезного. Как отличить перед тобой шедевр или банальное произведение искусства? Есть какие-то универсальные правила? Для этого необходимо все-таки образовываться и самообразовываться, если у зрителя нет специального образования, потому что существуют объективные законы, которые говорят о том, что произведение шедевреальное. И это не сводится к гиперреалистичному срабатыванию деталей, как думают большинство любителей искусства издалека, скажем так. Поэтому нужно разбираться, что есть поистине хорошо и исключительно, а что нет. – Облескали вам концепция музейного квартала вашего предшественника Владимира Прокорцова? – Концепция замечательна, и следует сделать и экскурс в историю. Нужно понимать, что еще в довоенное время, когда собрали за очень короткий срок, буквально за три года, при первом директоре Николаю Михалапе и первом коллективе сотрудников, которые вдохновенно работали над собранием коллекций, в том числе и учесть подарки музеев региональных и российских известных музеев, Государственную Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств Мини Пушкина, то в довоенный период была собрана очень серьезная коллекция по предметам, более 2700 экспонатов. И, конечно, уже на тот момент сотрудники понимали, что располагаться в 15 залах довоенной государственной картинной галереи, несмотря на то, что это были очень подаренные такие просторные помещения, это все равно мало для того, чтобы продемонстрировать богатство, красоту и уровень достояния. И поэтому этой идеей горели сотрудники сначала времен оснований, и уже после войны, когда легендарный директор Елена Васильевна Алладова возрождала коллекцию, можно сказать, из пепла, потому что ничего не... Ну развезли и все. ...ничего Дания не сохранилась. И, собственно, идея главного здания, создание главного здания, все это в исторической прогрессии надо наблюдать. И надо отметить и роль правительства, и самого президента, потому что в разное время сначала правительствам было передано одно здание, которое сейчас является административным корпусом музейного комплекса. Уже позже, в 2006 году, президент торжественно открывал новый корпус. И надо отметить, что без поддержки руководителя страны вся эта гигантская работа, которая продолжалась последователями, директорами музеев достойно продолжалась, поддерживалась и велась, она в том числе возможна стала, результаты ее возможны стали благодаря решению президента. Это личное решение президента. Без этого решения не было бы... Да, я помню эти даже времена, когда бизнесмены настаивали, что им очень нужны эти корпуса, а музей обойдется. Эта работа продолжается сейчас, процесс стройки ожидает в ближайшее время. То есть мы будем наблюдать развитие кварталов? Сейчас мы будем наблюдать разгар этого процесса, и я вам честно скажу, что все равно мало места. Но нас это радует. Вы знаете, нас это радует, это значит, что у нас действительно хороший фон. Достояние превосходное, редчайшее. И я уже, когда внутри вошла и посмотрела все эти процессы, мало места. Во-первых, надо дать отчет в том факте, что сейчас зритель видит в постоянной экспозиции около 3,5% нашего фонда. Можем довести где-то до 4%, учитывая, что временные выставки на Карла Маркса в новом корпусе, который в эксплуатацию был введен в 2021 году, новые выставки также содержат произведения из коллекции музея. И мы сейчас очень активно представляем на этих выставочных проектах те фондовые вещи, которые ни разу еще не видел мир. И белорусские зрители, в принципе, они ни разу не показывались. Веставратор специально готовят. Мы видели там у вас и с модой такие заигрывания. То есть смешиваете уже сегодня пространство, то есть 18 века, костюмы, сегодняшнее время, Дольче Вита, последняя выставка. Я сразу почувствовала женскую руку в этом. А вы вспомнили Елену Алладову. Это был хороший период в истории музея. Наверное, не имеет значения гендер, если ты руководишь такой махиной. Имеет значение личность. Личность. Анна Владимировна, вот все-таки по новым приобретениям. Это то, что волнует всех художников, которые нас сегодня слушают. Вы приверженец того, чтобы покупать картины из лучших, у среднячков или у молодых, они потом прославятся, и вы тоже вместе с ними. Я за индивидуальный подход во всем. Вот есть задачи, есть конкретные произведения. Если они высокого уровня, то они нужны стране. И нужны фондам и коллекции Национального художественного музея. Сейчас, конечно, несколько концепций не у самого музея, а у государства другая. Разрабатывается концепция подхода через социально-творческий заказ, через государственный заказ. Это очень правильно. С этими механизмами нужно работать, думать, как их усовершенствовать. Но опыт советского времени, он очень хороший опыт, и нам нужно его, на мой взгляд, в полноте возродить. Потому что не хватает сейчас современному заказу, современному профессиональному художнику, такого серьёзного запроса. Я сейчас больше, наверное, говорю про живопись, потому что в области скульптуры, монументально-декоративного искусства как раз налажен этот механизм. Мне очень понятно, что, например, заказ на многофигурную тематическую картину большого размера сопряжён с огромным количеством аспектов, которые нужно продумывать, прорабатывать. В том числе и финансовая поддержка не по итогу, а на протяжении подготовки этих этапов также очень важна. Но очень много делается в этом направлении, в том числе и Министерством культуры. Поэтому я думаю, что... То есть мы возрождаем практику госзаказов. Я правильно понимаю? Да? Да, да. Это очень хорошо, но пока идёт такой этап становления и... Налаживания механизмов. Да, нащупывание налаживания. Понятно. Потому что был определённый перерыв, когда художники в основном только в творческом ключе в свободном работали. Ну вот говорят, что после длительного увлечения всевозможными арт-пространствами и гаражами даже в моду снова возвращаются типичные музеи с длительной историей, богатыми традициями. С чем это может быть связано, по-вашему? Ну, это, наверное, такой цикличный процесс. На самом деле важно отметить то, что традиционное искусство высокого уровня, высокого класса и мастерства, оно неприходящее. Неприходящее, несмотря на всевозможные новые формы, которые появляются. Там есть душа, там есть дух, и он всегда будет действовать на зрителя позитивно и созидательно, и находить отклик в его душе. Но вы вот эту моду на классику, на старину, на истинные ценности ощущаете в музее? Есть ли всплеск внимания со стороны зрителей, на ваш взгляд, особенно молодых зрителей? Есть всплеск внимания, безусловно, в том числе и за счет того, что музеи используют новые формы, и в работе с инклюзивными проектами мы действуем и через мультимедиа, и работаем с дополненной реальностью, используем опыт волшебного песка в работе с детской аудиторией и в наших инклюзивных проектах. проводим цифровые форумы, посвященные цифровому искусству. Следует отметить, что на последнем таком форуме очень много было молодежи. Ребята признались, что они в музее впервые. И, конечно же, после мероприятия, которое их привлекло, они пойдут в музей уже потом за более такими сильными экзистенциальными философскими впечатлениями, размышлениями, с которыми они могут познакомиться в таком тихом общении с произведением искусства. Поэтому вопрос традиции, классики, вопрос шедевра – это вечная тема. Ещё раз повторю, она никогда не придёт. Другое дело, что для современных руководителей и представителей музейного дела очень важно грамотно оформлять современные подходы, делать грамотный отбор с учётом принципиальности и того, что полезно для учреждений высокого государственного уровня. Потому что есть площадки более интерактивные, галерейные площадки. Существует большое количество сейчас и в Российской Федерации, и в мире музейных современных площадок, которые активно развивают мультимедийные проекты, например. Это тоже очень полезно. И я бы хотела, чтобы со временем и в нашем музее были большие мультимедийные возможности для взаимодействия с современным зрителем и с современным молодым зрителем. Но вопрос наполнения. Форма может быть современной. Язык общения со зрителем, с посетителем может быть современным. Всегда остаётся важный вопрос – чем мы наполняем этот контент? О чём мы говорим? Каким мы расставляем акценты? И здесь всё должно быть с нравственной точки выверено. Прервёмся ненадолго. Напоминаю, есть телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. Анна Владимировна, нынешний год для нашего музея юбилейный. 85 лет мы отмечаем главной сокровищницей страны. Я понимаю, что нельзя объять необъятное и сделать всё за год. Но, может быть, есть что-то, о чём вы особенно мечтаете? Что хотелось бы успеть сделать? Да, прекрасный юбилейный год. Мы уже много сделали. Начали с исторического проекта, посвящённого афишам и фотографиям. И, конечно же, много очень задуманно запланировано проектов, посвящённых реализации концепции развития национального культурного пространства Беларуси. Поэтому мы уже многое сделали и будем активно до конца года реализовывать все остальные наши планы. И, конечно, этот год пройдёт под знаком святой для Беларуси даты 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Также уже выставочным проектом мы ознаменовали эту дату и будем продолжать работать в этом направлении. В эфире снова программа «Скажи, не молчи». И в гостях у нас сегодня генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова. За пару лет, Анна Владимировна, до нашей сегодняшней встречи я в галерее на выставке увидела вашу работу, которая очень надолго заняла моё внимание. Светильник, да? Да. Она называется. Не знаю, похоже, что это был и ковидный период, «Время написания» или всех остальных событий. 20-й год, который мы в этой студии часто вспоминаем. И так это вовремя мне попалось на глаза, что просто не могу не отметить, что это полезная и очень хорошая работа. И я поняла тогда, что вы не только из семьи художников, но и из религиозной семьи. Это верно? Да, я православная христианка. И в моей жизни так сложилось, что сейчас это мой образ жизни. Это для меня очень важная тема. Это для меня очень принципиально. Это родители прививали вам эти взгляды? И родители в какой-то мере. Но где-то даже и у меня этот огонёк с детства сам произошёл, звал меня, где-то, может быть, даже и родители загорелись уже после меня. Галина и Владимир Кононовы. У них очень хорошая страница Кононов арта. В Фейсбуке рекомендую поклонникам живописи следить за обновлением. Ну а непростая жизнь в искусстве не отпугнула вас от выбора профессии? Не отпугнула. Хороший вопрос. Ну я такой человек, скроенный всерьёз и похожа на своих родных в этом смысле, потому что они очень серьёзно относятся к стезе искусства. И, собственно, в детстве я всё это не только наблюдала, но и впитывала. И в разговорах об искусстве, в разговорах о том, как искусство должно служить обществу, жизни, какой нести смысл в мир, с каким отбором определённые образцы, на которые мы обращали внимание, также воспитывали во мне это серьёзное отношение. И то, что художник должен вот эту творческую муку пройти с детских лет, когда сначала колледж специализированный имени Ивана Осиповича, Хремчика, потом, дорогая моя, альмаматор Академии искусств. Тот, кто идёт на этот путь всерьёз, он понимает, насколько это непросто. Это практически такие творческие муки, с ними надо научиться поступать, для того, чтобы достигать определённого результата. Это не игра. Это вам было 7 лет, да, вы уехали из Могилёва в Парнат? В Парнат я поступила в 11 лет. В 11? В 5 класс, 10-11 лет примерно. То есть вот уезжайте от семьи из Могилёва в Минск, всё? Это, наверное, в моём случае никто меня, конечно же, не заставлял, но мудро, грамотно в определённый момент направили, потому что увидели, что с детства мама с одной стороны за Мольбертом, я с другой стороны за Мольбертом, и, собственно, других желаний не было у меня. Но сложно вам было адаптироваться в Минске одной? В первое время очень сложно. Я такой тонко-душевно организованный человек. Я не представляю, честно говоря, сколько вы в трубку плакали маме часов. А что самое сложное в этот период? Чего не хватало? Тепла дома, да? Возможно, да. Потому что вот эти серьёзные задачи, не детские, когда уже ты понимаешь, что ты хочешь такой основательный путь в искусстве пройти, выбрать с утра до вечера, варишься в этих состояниях, и не просто практические задания по рисунку живописи, композиции выполняешь, а в тебе выплавляется личность художника, и ты понимаешь, что нельзя просто технически чему-то научиться. Ты должен принять жизнь в искусстве как образ твоей жизни. И этому учат, собственно, все педагоги профессиональные. Я и сейчас своим студентам об этом говорю, что вы должны, как такая хорошая поговорка, есть охота по щеневоле. Вы должны не заставлять себя работать и быть в искусстве. Вы должны ощутить это как свою жизнь. Тогда у вас будет получаться даже, когда очень сложно. Вот это... Ну, это такое служение. Вы знаете, прям даже что-то из религиозного, сакрального. Ещё одну нежно любимую вашу работу покажем нашим зрителям на экран. Она называется «Работая над диссертацией», если мне не изменяет. Совершенно верно. Ну, вы уже сказали, что их было три защищено, да? То есть котик не помешал вам её защитить? Это самая главная кандидатская работа. Ещё две магистерских. Такой сюжет подсказывает мне, что вы человек с юмором, да, Анна Владимировна? Ну, скажем так, с тонким отношением к ситуации, к каждому событию. А вы из тех философов, которые не разбудят котика и не встанет, если он на халате прикорнул? Или всё-таки можете иногда отбросить? Мне это будет сложно сделать. Это была съёмная квартира на тот момент. На диссертации я работала каждую ночь, потому что днём я работала в Академии искусств, преподавала, и творчески работала много достаточно на тот период. Ну, это очень яркий момент, яркое воспоминание моё, когда кошка хозяев спала на всех моих разложенных книгах, которыми была устлана вся комната. Мы сейчас ещё посмотрим некоторые ваши картины. Находите ли вы в своей художественной манере отголоски маминой живописи? И кто вообще, в принципе, из художников повлиял на вас в большей степени? Конечно, сейчас уже, когда пройден путь, когда я состоялась лично как автор, я понимаю, в чём мы с мамой разные, но, безусловно, она была моим первым вдохновителем, потому что я всё время работала в связке с ней, рядом с ней, находилась у Мальберта, наблюдала, как она работает с самого раннего возраста. Но вот нельзя сказать, что вы приверженец одной удачно найденной идеи, что вы будете штамповать 20 или 120 одинаковых работ, всегда есть поиск, наблюдается. Он ещё и сейчас продолжается, да? Совершенно верно. Я люблю говорить, что я не серийный производитель. Абсолютно. Не из тех художников, которые влюбились в один приём и на нём делают имя и бренд себя. Хотя стиль, узнаваемый для автора, это, безусловно, такой позитивный элемент. Это очень важно. Я не в негативном ключе говорю, я просто такой момент развлечения, акцентирую внимание на моменте развлечения. Да, я не серийный производитель, или я отталкиваюсь всегда от задачи. От задачи и от образа. Каждое новое произведение, даже если это маленький, небольшой этюд, будь он с натуры или по памяти, тем более уже, конечно, какая-то фигуративная работа с философским смыслом, завершённым художественным образом, проистекает и рождается в соответствии с определённой задачей, которую я ставлю конкретно для этого полотна. И уже потом язык, через который я решаю ту или иную задачу, он подсказывается мне вот этим процессом взаимодействия с холстом, с идеей, с замыслом. Поэтому все работы разные. Но вот в случае со светильником моим любимым, и двориком, и храмом всегда очень выделяется свет. То есть это, наверное, первый импульс, который вы получаете. Всегда солнечный свет, и отсюда рождаются сюжеты. Или как у вас происходит? Совершенно верно. Вот был вопрос о том, кто меня ещё вдохновляет. Мама в первую очередь. И я хочу сделать акцент на том, что я достаточно рано воспринимала маму как живописца крайне профессионального. Именно это было объективно с моей стороны. То есть не потому, что я дочь и субъективно к любимому, родному человеку. Я всегда видела, что это исключительный художник, очень сильный, мощный живописец, колорист. И я так считаю на настоящий момент. И очень горжусь и восторгаюсь маминой живописью. Ещё один из моих любимых белорусских художников народных – это Раиса Владимировна Кудреевич. Это удивительно жизнеутверждающий художник. Вот это тот художник, который совместил традиционное воплощение посредством реалистического метода воплощения действительности с очень мощным светоносным образом жизни и дара жизни, который она воспевала где-то осознанно, где-то неосознанно в своих холстах. Практически все произведения Раисы Владимировны, они наполнены этим светом и призваны вдохновлять зрителя, воспринимающего реципиента, который смотрит на эти полотна. Давайте ещё посмотрим одну старинную фотографию. Это вы на фото? Да, это я. А это портрет мамы? Это портрет мамы, моей кисти. Совершенно верно. Кажется, что Пикассо, по меньшей мере. Здесь 6 лет, насколько я помню, да, мы зафиксировали это. Мне здесь 6 лет. Я очень хорошо помню, как я с натуры маму написала. Кстати, вот это тёмное пятно слева – это тень, это не волосы. Мама меня учила, как правильно нужно лепить объём, и что объёмный портрет можно сделать, когда тётка определишь свет и тень. И все студенты знают, что свет и теневой перелом – это очень важно, когда ты работаешь с портретом. Поэтому это тень, это не каре. И когда вот это всё получилось и состоялось, мама была в восторге от этого портрета. Мама позвала всех художников, которые были на этаже, этот творческий художественный комбинат. А мне было очень стыдно, потому что мне казалось, что не удалось, не получилось, что там нужно ещё доработать, закончить. Я помню, как мастерская наполнилась художниками, и все стояли, знакомились. И такие серьёзные, с бородками, с трубками дяди. Не оценить портрет. А я забилась куда-то в угол, мне было неловко. Очень мне казалось, что что-то не получилось. Но сейчас я уже вижу и согласна. А ведь насколько важна была вот сильный портрет. Ну, некоторые художники признавались нам, что им картины как будто бы кто-то диктует. Ну, мы знаем, и Дали очень требовательно к этому относился. Специально привязывал ручки к подушке, чтобы ему кто-то продиктовал. Вот в вашем случае на экране мы видим ещё одну вашу работу. Как приходит к вам сюжет? Здесь натурная вещь – это Никольский монастырь в Могилёве. Написано с натуры. Поэтому, конечно, в процессе учёбы, в процессе жизни очень много я работала с натурой. Это такие чуды, да? Да, это как этюды. Но многие из них я воспринимаю сейчас как отдельное произведение. Потому что я всегда максимально собрано работаю на натуре. И здесь, естественно, не стоит такой шкалярной задачи сработать все детали. Здесь задача стоит на образ храма. Но если говорить… О сверхъестественном. О сверхъестественном я услышала вас, да. С мистикой я знакома. В творчестве подробно об этом говорить непросто, потому что очень много придётся делать оговорок и впускать, скажем так, слишком в личное пространство. Но, да, творческая зона, она непроста в этом смысле. И поэтому я стараюсь в хорошем настроении, в хорошем состоянии всегда работать. Это не значит, что я не ставлю или не поставлю в будущем какие-то сложные задачи на историческую тему или на драматическую тему, какими переполнены произведениями истории и искусств. Но здесь очень важно всегда соблюдать меру и не зайти за рамки, не выйти за границы, когда это мистическое поле будет с тёмной негативной стороны действовать на душу человека, на душу художника, потому что с этим разобраться очень трудно, и он начинает транслировать через своё полотно в мир предоносные вещи, которые наносят вред зрителю и обществу. И себе. Для меня это очень важно, поэтому я об этом постоянно говорю. Но художники ведь и себя губят иногда, когда увлекать, переходят куда-то в безданно. Совершенно верно. Поэтому для меня вот это жизнеутверждающее солнечное начало, моё состояние определённое, которое даёт мне связь с потусторонним миром, но всё-таки светлой его составляющей, для меня очень важно настраивать себя именно на светлое состояние в момент работы. Были опыты и другие, я очень хорошо знаю, о чём я говорю. А если вы расстроены, рассержены, не будете подходить к бальберту? Буду подходить для того, чтобы вернуть себя в нормальное состояние. Я верну, но я очень аналитически потом буду оценивать, что получилось. И не только разумом, но и сердцем. Можно ли это показывать? И ещё вопрос. Умеют ли картины говорить? Вот посмотрим ещё одну вашу работу, называется «Начало». На мой взгляд, она красноречивая. А вы как думаете? Очень хорошая композиция. Тоже навеяна наблюдением из жизни. Это автопортрет с моим племянником. Мы вот так на больших картонах, на больших форматах любили с ним работать. Вы знаете, сейчас многие инстаграм-блогеры вам подражают. Потому что эту композицию я часто встречаю в ленте. Если это не коммерческая тайна, можно ли узнать порядок цен на ваши картины? Это такие внутренние мои вопросы. Это дорого, поскольку я уже говорила, что я не являюсь серийным художником, поэтому каждую свою вещь ценю особенно. И есть те произведения, которые навсегда останутся в моем архиве, в архиве моей семьи. Они очень личные. Я такие больше никогда не напишу. То есть ни за какие деньги? Ни за какие. Еще одно ваше увлечение, философия, если хотите, танец фламенко. Вы добились и здесь высоких результатов с серебряного приза на международном конкурсе. Как вы объясните свой успех? Откуда в простой могилевской девушке такая испанская страсть? Да, это очень дорогая мне тема, близкая. С сожалению, констатирую, что сейчас временно я не могу вернуться в это дело. Наверное, все не случайно. Со временем что-то может измениться. Я всегда искала еще в студенческие годы, в молодости момент выражения себя в танце. И в какой-то момент эти мечты о танце и о нахождении в этом виде искусства меня захватывали достаточно сильно и где-то даже спорили с основным призванием. Поэтому, когда уже я нашла этот танец, который меня восхитил возможностью вот этот внутренний дух доэнда испанцы называют транслировать в мир, когда огонь в сосуде. Вот этот образ огня в сосуде. Внутри все очень горит, все очень крепко, страстно, сильно переживаются все события жизни и вообще сама жизнь. Но она должна быть подана в очень красивых, аккуратных, обработанных движениях. Сочетание страсти сильной и обрамления, когда пожар не выходит наружу и не устраивает беду, вот это сочетание, оно очень много для меня значит. Ну а как вы могли обыграть испанцев? Вы же поймите, что это нетипичная ситуация. Для них это с молоком матери. Вы все-таки в другой культуре воспитывались. Почему? Для медали было золото-серебро, третьего места было не дано. Первое место у испанки, второе у меня. Как вы объясняете, вы технику освоили или вот именно философию? Как раз таки освоение техники тогда было в процессе, я очень горела желанием, но, естественно, очень много было впереди. Это уже позже. В Минске меня пригласили и преподавать в известной студии танцевальной, которая специализировалась на фламенко и дальше продолжает работать. Но на тот момент, я думаю, испанцы увидели во мне то, что я люблю этот дух, который они сами могут видеть и передавать в мир, и они увидели, что у меня это получается, потому что это нельзя, скажем так, умозрительно сделать. Это надо жить по-другому никак. То есть сыграть танец фламенко, выучить внешнее движение, обладать техникой невозможно. Это всегда будет недостаточно. Без воплощения в момент танца духа, вот этого правильного духа и без умения жить танцем, жить в фламенко, без этого фламенко не существует. Сейчас мы ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи не молчи», а все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». В эфире снова «Скажи не молчи» и у нас в студии генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова. Вы по-прежнему преподаете, да, в академии, не оставили в связи с новыми обстоятельствами в личной жизни. Но как вы считаете, нынешние студенты, они ценят время общения с вами, как вы ценили, даже только что говорили, как Майдансик приходил к вам на занятия, как было очень страшно. Вот этот трепет перед преподавателем. А здесь Цверковы писали, да, тоже думаю, что не раз встречались. Или уже нет этого уважения? Благоговения такого. Я своих студентов очень люблю, и у меня сейчас большой подарок. Просто прекрасная группа, которая пришла. Она сплочённая и где-то даже напоминает наше время и нашу группу. Мы действительно, когда обучались, нашим куратором был Май Вольфович Данцек, известнейший во всём мире художник, не только в Беларуси, народный художник в Беларуси, профессор. И, конечно, вот эта сплочённая атмосфера в группе, когда все вместе любят искусство и понимают, что это станет их жизнью, она очень цена, она очень помогает. И сейчас в группе моих студентов, я считаю, такая атмосфера, я их учу, чтобы они это сохраняли и ценили. Конечно, новое поколение, оно другое, другой психотип, не без этого, но очень много хороших, талантливых, молодых людей. Я им очень горжусь. Мои студенты достаточно высокие награды получают и на Дельфийских играх, и на других знаковых республиканских конкурсах, которые проводятся и в нашей стране, и за рубежом. Я вижу в них любовь к искусству, горение, и я их этому учу. Это важнее. Техника важна, студия важна, получить школу важно, но в приоритете всегда любовь к искусству, которая будет давать силы на всё остальное. Известно, что искусство не бывает границ, но всё-таки всё-таки санкции как-то же наверняка повлияли на жизнь музея в том числе. Как, где вы испытываете сейчас сложность? Возможно, есть в этой сложной обстановке мировой определённые ограничения по взаимодействию с определёнными странами. Это, конечно, откладывает отпечаток и на планирование проектов, и, собственно, на сами процессы проектные, потому что есть определённые шедевры и определённые выставочные замыслы, которые бы очень привлекли нашего зрителя, нашего посетителя, взбудоражили в хорошем смысле народ. Но есть определённые ограничения по взаимодействию. Но в том числе с Российской Федерацией наоборот укрепляются отношения, появляется в планах очень много проектов, которые мы в скором времени реализуемы, вы об этом обязательно узнаете, обо всем не будем рассказывать. У нас, как известно, нет арт-рынка как такового. Что вы можете сказать о господдержке творцов на достаточно хорошем уровне? Очень много делается, и через государственную закупку закупаются произведения в наши музеи, и в последние годы как раз появилась тенденция и сакцентировано внимание министрам культуры на приобретение произведений работ, творческих работ лучших молодых авторов. Можно совершенствовать какие-то процессы, всегда есть к чему стремиться, но государственная поддержка оказывается достаточно. Хотелось бы у вас узнать, как у художника и как у генерального директора музея, есть ли какое-то принципиальное отличие белорусского искусства от общеевропейского? Или вы рассматриваете все-таки наших творцов, их живопись, скульптуру и так далее в общем мировом контексте? Конечно, вопрос национального колорита в искусстве Беларуси крайне важен, и это один из важнейших и сложнейших вопросов, которые задают в Национальной Академии наук Беларуси, поскольку я прошла эту аспирантуру на защите диссертаций будущим искусствоведам, будущим кандидатам искусствоведения, такой вопрос звучит. Но этот вопрос очень сложный, и ему можно посвятить отдельную исследовательскую работу для того, чтобы черты национального колорита прописать именно в таком исследовательском систематизированном формате. Это очень важный запрос. Безусловно, на мой взгляд, белорусское искусство отличается, несмотря на взаимовлияние культур, несмотря на то, что вбирается очень много и западноевропейских тенденций в формате современного изобразительного искусства. Тем не менее, черты и задачи именно национального характера, формата они прослеживаются. Вы сейчас сосредоточены прежде всего на музейном деле, в преподавании. Как это отразилось на вашей живописи? Картина, может быть, стала меньшим. Может, они стали другими? Мне хотелось бы работать с живописью больше, чем у меня есть возможность. Это честно, это правда. Я не такой волот, который совершит невозможное, потому что я очень ответственно отношусь к новому поприщу. Это у меня, в принципе, не ново, что нет спокойных ночей и не хватает часов в сутках. У меня вся жизнь в этом прошла. Вы были и деканом, напомним, зрителем в Академии Искусств Художественного факультета и потом проректором. В учебной работе. То есть руководящие должности для вас, в общем-то, знакомы. Да, руководящие должности знакомы. Момент организации и сочетания и умения работать с многозадачными процессами, мне это знакомо. Другое дело, что в этих открывшихся возможностях для меня, когда я познакомилась и с теоретическим трудом, и всерьез, и с большой любовью писала свою диссертацию, посвященную функциям света в белорусской живописи 20-го, начала 21-го века. И потом, когда в моей жизни состоялся опыт руководящей работы, это все очень изменило меня и обогатило меня как личность. И такая личность, она более интересна и в решении творческих задач как художник. У меня такой кредо и такой путь сложился. Анатолия Владимировна, очень приятно было с вами сегодня познакомиться вот так вот в формате 3D, как говорится. Посмотреть, послушать. Мне кажется, что все как-то должно получиться у светоносного человека, иначе не бывает. Пожелаем вам вашему делу, вашему музею больше пространства, о котором мечтают все ваши сотрудники, как вы нам сказали. Я сейчас в том числе. И вашим студентам, конечно, добиваться высот тех, которые вдохновляют по-настоящему и вселяют у нас понимание, что служение искусству это выбор, и выбор навсегда. Татьяна Щербина, Виктория Попова с вами на сегодня прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Анна Кононова. Дорогие люди, зрители, посетители, я желаю всем любить искусство, знакомиться с правильным, красивым, жизнеутверждающим искусством и приходить к нам в музей, чтобы вдохновляться шедеврами, вдохновляться на грандиозные замыслы, на грандиозные жизненные проекты и радоваться мирной жизни. Самая естественная просьба к художнику поставить автограф на картине Анны Владимировны и пожелания нашим зрителям и нашему проекту. Хорошо, тут очень все насыщено. Так, 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 ну, наверное, здесь. Любить мирную жизнь субтитры субтитры Продолжение следует...